Добрый день, дорогие, уважаемые гости, уважаемые гости, вы нам сегодня создали такую замечательную радость. И посмотрите, что мы воспринимаем вашу симпатию к этому залу, к этому месту, чтобы вы не могли, находясь в тихие два дня, не сделать такой замечательный подарок. Спасибо вам, Абония, за это, за это замечательное радость. И сегодня у нас сюда состоится такой замечательный концерт, в котором принимают участие солисты Мариинского театра. Сегодня для нас в этой зале выступает лауреат Всероссийских конкурсов «Солист Мариинского театра Мирослав Молчанов», лауреат Межнародного конкурса «Солист Мариинского театра» в первом периоде, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, дипломат премии «Золотая маска», дважды лауреат Всероссийских международных конкурсов, дважды лауреат театральной премии «Паразис», ведущая солистка Мариинского театра «Инна Чуилова», Партия Критопиана, дикломат международных корпусов, концертмейсер Мариинского театра Григорий Леонидович. Позвольте вас попросить ваших венчатых честных партийств. Спасибо. Партия Критопиана 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 ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Но переходим к 7 января, мы, международные рациональные имущества, окровенный праздник, мы можем позволить себе наши возможности, наши ресурсы, локальные и строгие, мы можем позволить. Мы недавно выступали в Пскове, где нет такого, как Псков, тоже старинный русский город, с великой историей, но там задача стоять. Либо выступать на родине Мусенского, мы уже выступали с исполнением Бориса Львова несколько месяцев назад в Пскове, выступали в гармонии, делали все возможное. Здесь оркестрова яма небольшая, чтобы не сказать Марино, а там ее нет вообще. По большому счету, никого из нас не красит, мы все должны были эти вопросы решать. И Псков получит фестиваль Мусенского, великий Новгород, полноценный фестиваль Ахмаринова, Тариса Сергеева Васильевича Ахмаринова, 150 лет ровно через буквально 2 сентября, он включает огромные концерты в Москве и уже включает концерты в Екатеринбурге, спектакль, тоже такая большая огромная цена. И Шалябин, все эти десятилетия, которые мы включаем целый, он чуть-чуть подчиняющий восточный человек. Но величайший артист, если мы делаем пример, все наши посы, он безусловно собирал оборудование в заваривании всего мира, в произведении авторов, которые участвовали нам, и Виктор Андреевич, как хорошо вы знаете, оркестрованный Борисей Товач, в таком оркестровом нагляде они звучали десятки и десятки лет по всему миру, не только Петербург, но и Сверд, в Искатеринбурге, который не пришел в России, не только для��� Comics, но и Сверд, есть два сезона в Париже, и, естественно, нашли по всему миру. Он был первой историк, колоссальный друг, который был в отличие от Викоза. И все остальное, который ушел из жизни, как вы уже знаете. Маши, после своего рода, еще 25-26 лет жил из Викоза. Который тоже рано очень хорошо. Потому что в течение всего 64 года в нашем ингредиенте Светлая разность, высказка. Все, что было. Фестиваль Тихо, Монтерио. Всеобщее внимание не к нам, а к музыке, к творческому жизни, к Розе. Виктория Тихо, Монтерио. Мы здесь действительно перед ним пелиги. Ценности свободные. Как его нет, в том числе. Мы бывали в отфинске. Музыка. Мы вообще в пасхальные праздники отправляемся. Уже в 18-29 лет. Гость. В этом году он, наверное, телекрасно ясно. Мы только в области. Мы даем до Рейболга. Обычно ходили всегда. Брестов. И люди выступают. И, кстати, очень прекрасные. Он тоже колоссальных. На нем я не знаю. Мы там выступали не раз. И в Музыка. Зато мы выступили почти в 30-ти лет. Включали Волоку. Потому что соседи там. Здесь 400 человек. Волок. Я уражаю, что бежути в Волоку мы так и не нашли. Но в городах. Это правда или нет? Конечно. Даже с вашим знанием дорогу. Маленький городчиков пекали в Волоку. 40 километров всего. Там дача. Череповец. Бывали в Череповец. И, ну, изумительный город. Какой ты можешь сделать? Может быть, красный. Скорее. Который сегодня в Череповец. Сегодня он станет. Вчера передачил. Да. В 173. Так что. Подсказочку я искушен еще вчера. Значит, через год мне нечего. Да? Ты на Калинине не знаю. Вот. Значит. Будем думать об этом. И силы. Действительно. Как большие усилия у нас идут почти все уже. Как раньше. Почти все. И могут пойти еще и в новых постановках. Ну, ладно. Сначала у нас. Как ни у кого. Можно говорить. Оперный балет. И позволяя ему присутствовать. Оперный балет. Это оперативный балет. Так сказать. Да. И вот. Сергей Львовский. Действительно. Мы все с ним. Очень здорово, что как раз. Великобритания. Очень частный. Великобритания. Я думаю, надо ставить за пульт исполнением «Скаритянки» вместе с проломом, с Суарем, с Суферной Шиновой. Это дает полноту активной и впечатлением. Он любит историю всей этого. Может быть, «Скаритянка» покажет? Да, там вопрос огромной декорации. Да. Это огромная технология. Вчера мы таким умелым, как сказал, использованием видео. То есть экран помогает, может заменить декорации полностью. Но он создает свой вид. Вчера, наверное, из тех, кто тут бывают, все это впечатление, если вообще было, наверное, достаточно убедительно. Потому что постарался Николай Андреевич написать. Так что это не главное. Это, наверное, что влажно. Но в церкви место в городе. В декабре, в 2014 году, осталось в этой версии. Используя при этом костюмы, которые вам не могли не нравиться. Все нравится. Счастливые обладатели, счастливые владельцы. Примерно 300 тысяч костюм. Примерно 300 тысяч костюм. Примерно 300 тысяч костюм. Примерно 300 тысяч костюм. Тех, которые не могли бы сегодня. Использовались. Так же. Это вот как раз в Италии и всю Россию. Например. Если воспитатель в среднем. Скажем, 150 бездуман. В среднем. Мы будем продолжать думать о фестивале. Я не уверен о фестивале Цезаря Кьюина. Если надо, мы не на такую же способность. Правда? Давайте в следующем году осторожно, осторожно. Будем здесь. Там будет звучать проигрыш. Да, да, да. Потому что сейчас стоит исторический. Из-за русского. А. И все. Я не играл. Я не делал в виду, который. Мы сделаем так, чтобы здесь была еще. Особенность Эддишн. В 2014. И сделаем это уже окончательно. Такая шесть. Но вот это будет звучание. В этом году, насчет людей, которые делают. У нас именно такие фестивале они правда звучат, даже если они никакой. А? А. Соленцы. Мы делаем их тренировки. Я не делаю, но я сама спросил. Я не делаю. И мы не нужны. И вот лампы не думают. И другие. Он захочет подниматься, а когда ты приехал здесь с Али, он по-другому кому-то спевается. Он на улице пошел! Я вам могу сказать, уважаемый Валерий Александрович, мы в восторге, что Мариинский театр приехал в Типпин, на родину композитора, в Высший театр России. Мы вчера тут жили оперы, оперы серьезные, музыкальные шансы, вы согласны? Тут и пение, тут и оркестр, тут и декорации, все замечательно, замечательно. Мы в восторге, Валерий Александрович. Какой у нас коллектив, как чистый звук. Мне этот оркестр, в общем, мы в восторге, и мы надеемся, что вы не будете забывать Типпин, потому что это Родина Великая, потому что он говорил. Я прислушивался голосам народного творчества и природы и брал наветы и подсказанными в основу своего творчества. Вы чувствуете, как здесь опытика, как это работает? В общем, мы любим оперу, и мы всегда будем. Вы же знаем, что вы заняты, но мы в восторге от вашего высокого профессионального искусства, потому что классику исполняют редко, кто хорошо исполняет классические произведения. А у вас это звучит на высоком уровне. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы сейчас, конечно, зайдем в дом, и в данный вечер в нем уже. Мы все издали, но потом мы не репетировались, я не очень пережил, но нам хотелось это подлить все сохранение, сенсички, и делать некий пеппин, мы в этом году. Это один экстракт. То есть, что-то странно, что мы не догадались, чуть пораньше, но мы это продумали. Но много всего происходит дома, это предприятие репетиции, премьерное новое. Мы сейчас готовим сразу несколько названий, в том числе еще очень крупные названия, они и французские, и геменские. Вы, конечно, наши госпитаты, я думаю, что у нас активно очень будет участвовать. Гореческая такая пора до начала августа. Мы только что, мы уже в очень большом пределах показали правильный экстракт, и хочется вас приглашать, конечно, осторожно, мы понимаем, что это изменяет на кривечко выйти, но у нас много секретарей, так что установлены более, может быть, прагматичные связи, и будут всегда выходить, но все-таки два приезда в год. Тихо станут со следующего года, я думаю, нормы, станут, но традиции уже станут, то есть, ну, они станут нормой и показывают молодежь. Нам тоже нравятся предприятия, вот я хочу вас поблагодарить, когда идут твои слова такие, причем решительные очень. Анна Алексеевна, я вам помню, была директором Дома-музея, в течение 40 лет. Закон, наконец-то. И мы хотим, чтобы молодые голоса, какое-либо осуществление, все корейские коллеги, и у них большие перспективы, а разница только в том, что мы раньше не делились между Петербургом и Нью-Йорком, и ничего плохого не было, и в Лондон, и в Лондон. Вот, на сегодня больше это не просто тихо, я считаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.